Дамы и господа! Если пафоса хоть немного оставить, типа «Сегодня в выпуске! Странное изобретение!» Ростовская игра в кальмара. Попытка похищения самого себя. Шаурма и котики. Ну и голод не тетка. Такой анонс аж самим интересно стало. Погнали! В мире постоянно появляются все новые изобретения, и некоторые из них способны вызвать смех. Например, щит для холодного душа, на демонстрацию которого смогли полюбоваться пользователи соцсетей. Многим из нас не нравится, что когда мы принимаем душ, приходится терпеливо ждать в сторонке, пока полившаяся вода достаточно нагреется. Теперь же можно не морщиться под холодным потоком, а воспользоваться вот этим вот щитом. Кстати, странное изобретение не только повеселило народ, и некоторые признали его довольно полезным. Щит также можно применять для того, чтобы перекрыть воду, пока мы, ну, к примеру, намыливаемся. Найдена причина, по которой нам иногда приходится ждать кассиров продуктовом. И вот она. Теперь понятно, почему работает одна касса, оставила комментарий Ольга, а Ирина объяснила всем, для чего, в принципе, эти танцы. Только что в ТикТоке видела их результат, написала она. Владимир посчитал, что это такой своеобразный тренд, и девушки на видео его родоначальницы. А вот Александр абсолютно без шуток написал, может, болезнь какая, а вы смеетесь, тверка цирроз, например. Уверен, все здоровы, а это так, шутки ради, сейчас всем скучно. Можно, конечно, сидеть и любоваться причудливыми изменениями, происходящими внутри лавовой лампы, а можно самому стать подобию такой лампы. Недавно прошедший Хэллоуин дал возможность творческим умельцам проявить свою фантазию, мастеря уникальные костюмы. Теперь же они с гордостью демонстрируют то, что у них получилось. Например, эта незнакомка похвасталась нарядом, превратившим ее в модное украшение интерьера. Многие люди не поскупились на похвалы как задумке, так и качественному исполнению, в очередной раз восхитившись людьми, способными собственными руками создать нечто удивительное. Правда, костюм лампы не выглядит слишком мобильным и наверняка в нем не особенно удобно передвигаться, но на вид он точно хорош. В Ростове уже на улицах предлагают купить или взять в аренду костюм из киноленты «Игра в кальмара». Правда, такую бизнес-идею оценили далеко не все. Совсем с ума посходили, возмутился в комментариях Михаил. Без всякого стеснения Инна призналась, что потеряла всякое понимание современных трендов и уже, цитирую, давно не в теме. Сергей попытался идею отстоять. У любого творчества есть свои почитатели. Что же здесь такого? «Игра в кальмара» сейчас рейтинговый сериал. А вот Денис предложил представить, как бы выглядел костюм из фильма «Игра в татаро». Кстати, его еще не сняли. Если что. Главная четвероногая героиня этого веселого видеоролика всегда поможет хозяевам справиться с наводнением. Ну, по крайней мере, с небольшим. Достаточно только вылить воду на землю, как усердная труженица принимается копать канавку, чтобы вся жидкость не растеклась. Бесконтрольный поток двигался именно туда, куда нужно, собственно. При этом животное явно воспринимает все как интереснейшую в мире игру. Достаточно только посмотреть, как оно подпрыгивает в радостном возбуждении. Зрители и посмеялись, и умилились, глядя на забавные усилия собаки. Большинство комментаторов выразили надежду, что за упорный труд и предотвращение затопления помощница получила немало лакомств. Подсмотрено на улицах Азова, где местный умелец строгает уличные скульптуры из дерева. Свою работу мужчина выставляет на улицах города для их украшения. Азачане считают, что мастера Олега Якубовича необходимо наградить за ценный вклад в благоустройство города. А что думаете вы? Вот, например, что пишет в комментариях Анна? Он не просто строгает, он, по сути, добро проповедует. Умница! Людмила была, мягко говоря, удивлена. Такие люди еще есть в мире. Браво мастеру, написала она. А мы с гордостью констатируем, такие люди есть, и они наши земляки. Вот бы теперь что-то подобное и в Ростове, допустим, увидеть. Вряд ли этот видеоролик заинтересует любителей страшных сцен, в которых действуют пугающие сущности из других миров. Но зато кадры точно понравились всем, кто не прочь посмеяться, ведь похищение ребенка, затеянное жутким инопланетянином, оказалось всего лишь шуткой. Мальчик нарядился в необычный костюм и таким образом отыграл злодеяние, которое вот-вот должно было свершиться. Конечно, без наряда ничего не получилось бы, но зрители также не могли не отметить артистизм ребенка и похвалив высокий его уровень актерских способностей. Как все-таки богата донская земля на места, которые вот так и хочется посетить. Тем более, чего нам это стоит. Взяли выходной и вперед в музей Тихий Дон, в хутор Старозолотовский Константиновского района. Изучать быт и культуру донских казаков, как у бабушки, написала в комментариях под постом Влада. И Александр поддержал ее мысль, как будто в случайный дом в любом селе зашли. А Иван впал в ностальгию. Мы в детстве на такой кровати спали, признался он. Нашлись среди комментаторов, конечно, и историки. Те, что диванные критики. Недовольные рисунком на ковре и наличием колесиков у кровати. Вот езжайте туда, прочувствуйте атмосферу, а потом уже и поговорим. Жителю американского Спринга оставалось только хохотать, глядя на свою чухуахуа по кличке Иви. Собачка получила в подарок новый свитер и, приспосабливаясь к нему, начала ввозиться, чем вызвало явление статического электричества. Результат получился уморительным, так что хозяин поспешил снять любимицу на видео. Длинная шерсть на ушах Иви немедленно встала дыбом, так что собака стала похожа на какую-то причудливую инопланетянку. Зрители тоже не оставили без внимания видеоролик, добавив, что очень жаль, что не существует подобной породы собак. Зверюшки наверняка стали бы очень модными. Если Ростов-на-Дону это, ну, негласно, столица вкусной шаурмы, то ростовские коты ее главные ценители. Но ростовчане, народ беспощадный, шутки шутят, какие хочешь. Вот комментарий от Николая. Какой там ценитель? Котан брата ищет, а вам смешно. Или когда вышел на след пропавшего брата. И все в таком духе. Но Эдуард написал, что котик-то скорее каннибал, а Татьяна придумала свою версию шаурмай с собакем. Дайте две. Вот объясните, как так получается? Все кругом шутят и все же с удовольствием едят. А на долю этих кошек выпали нешуточные переживания. Все из-за хозяйки, которая решила посмеяться над любимцами. Веселая жительница Понка-Сити Оклахома надела маску кошки и притаилась за диваном. В то время как второй хозяин позвал питомец, пообещав им угощение. Но как только реальные кошки увидели, что вместо лакомств их поджидает огромная родственница, на ней в великом ужасе бросились прочь. Конечно, к большому удовольствию владельцев, которые со смехом убедились, что шутка таки удалась. Позже весельчаки добавили, что за кошек переживать не стоит. Они полностью оправились от потрясения. Особенно после того, как все-таки получили обещанные вкусняшки. Напоминаю, масочный режим никто не отменял. Правда, не в этом смысле. В смысле, не до такой же степени. Анастасия написала в комментариях. О себе она каплят блог, тоже покупает. Но вот мне больше по душе комментарий от Лианы. Вот что она пишет. Какая вам разница, что делает человек? Она так проявляет заботу и любовь. Может быть, это единственный член ее семьи. Соглашусь. Но у Елены на этот счет своя версия. Это злобный питбуль, пишет она. Она ему маску натянула, чтобы никого не покусал. В общем, я вижу в этом видео одно – заботу. А заботиться о близких – это прекрасно. Женщина по имени Ариана находилась на работе и немного удивилась, когда в обеденный перерыв ей на телефон пришел видеоролик от мужа Джоуи. Супруг раньше никогда не присылал ей видео, так что Ариана начала просмотр чуть ли не с трепетом. Правда, быстро этот трепет сменился смехом. Похоже, мужчина решил вспомнить детство и немного поиграть, использовав в качестве реквизита украшение в виде гигантского паука. Получился целый спектакль с нападением и с обороной, с воплем и с отчаянием. Вот только шоу вышло не драматичным, а комичным скорее. Ариане так понравилось получившееся видео, что она позже разместила его в интернете. Ну, тут уж и пользователи получили возможность посмеяться, с добрым чувством отметить, что всегда приятно посмотреть на взрослых людей, которые иной раз способны забыть о том, что они вообще взрослые. А это видео прилетело с одного ростовского рынка. Вот прямиком к нам в подсмотренные новости. Вот как подписали его очевидцы. Ему даже все равно, что без головы. Ты не ты, когда голоден. Семен шутит. Такой маленький, а уже сам себя прокормить может. Анна назвала его маленьким солнышком, и мы не можем с этим спорить. А Юлию интересует совсем не это. А тут взятое из комментариев. Где такую бежевую кофточку найти? В людях, выводящих на прогулку собак, нет ничего необычного. Да и прогулки с кошками тоже вряд ли привлекут такое уж повышенное внимание прохожих. Но вот эта сценка заинтересовала жителей Бруклина. Они полюбовались на пару с довольно странной питомицей. Мужчина и женщина шли по улице, сопровождаемые домашней белой уткой. При этом ручная птица была без поводка и охотно спешила за хозяевами. Правда, не обошлось и без казуса. Когда утка пожелала утолить жажду из лужи, но владельцы призвали любимицу к порядку. Ну, видимо, незнакомцы куда-то торопились, и задержка не входила в их планы. Видеоролик дал зрителям возможность подискутировать о том, кого только люди не держат в качестве домашних питомцев. А некоторые глазастые комментаторы разглядели забавную деталь и поделились своими наблюдениями. Случайно или нарочно, но у обоих хозяев обувь почти такого же цвета, как утиные лапы. Ну что, Ален, если бы премия все-таки была, вот кто, на твой взгляд, выиграл бы? Ну, на мой взгляд, песик в маске был шикарен. Соглашусь и возражу. Все, мне кажется, были прекрасные. Пойдем окунемся в очередные поиски. Чтобы ровно через неделю показать, что было нами подсмотрено в сети.